Мир вам всем, дорогая Церковь! Мы с вами продолжаем изучать Евангелие от Иоанна, так как у нас сегодня время очень ограничено, всего лишь вот нам через 20 минут надо заканчивать служение, потому что американцы будут проводить здесь. Поэтому давайте мы вот вместе сегодня с вами посмотрим на то, что сказал Господь ученикам своим, подготавливая их к расставанию. Это очень важно. Почему? Потому что и наша жизнь, она состоит из встреч и расставаний. И Христос прекрасно понимал, что Его жизнь на земле тоже придет время, нужно расставаться. Вот. И Он подготавливал своих учеников к этому моменту. И Он оставил им слово, которое наверняка их сопровождало. во все дни их жизни на земле и дошло до нашего вот времени. Евангелие Ана, 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. А куда иду, вы знаете и путь знаете. Фома сказал Ему, Господи, не знаем, куда идешь. Как можем знать путь? Иисус говорит Ему, я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему, Господи, покажи нам, Отца, и довольна для нас. Иисус сказал Ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам, Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне. Если не так, то верьте Мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю. И если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Христос говорит, да не смущается сердце ваше. Скажите, бывают у вас обстоятельства жизни, от чего смущается ваше сердце? Тайная вечеря. Иисус собран Своими чуниками вместе. Он говорит им о том, что предстоит буквально через считанные часы Ему с чем встретиться. И вдруг Он в их лицах читает смущение. Он им говорит, мне придется вас оставить. В предыдущей главе последние стихи говорят о том, что Христос говорит Петру, прежде нежели пропоет петух, ты трижды от Меня отвлечешься. Вы все от Меня оставите, но Я не один. И Он смотрит на них и видит, что на лицах у них написано смущение. Скажите, вы можете читать смущение на лицах людей? Смущение – очень необычное слово. На английском переводится это слово как «трубл». Да не смущается сердце ваше. «May your heart not be in trouble». В русском это слово переводится как не только смущение, но как и возмущение. Помните, сказано, Христос возмутился духом, когда стоял у гроба Лазаря. То же самое слово. Я сегодня хотел бы очень коротко поговорить на тему о том, что же производит смущение в нашей жизни. Как нам встречать смущение, которое приходит, как нам реагировать и как нам побеждать смущение, с которыми мы имеем дело в жизни. Итак, какой же источник, откуда приходит смущение в нашу жизнь? В нашу жизнь приходит смущение, прежде всего, друзья, мы очень часто от Бога. Скажете, как? Неужели Бог смущает нас? Помните, когда к Марии является ангел, что происходит с ней? Она находится в смущении, когда вдруг Захария, который был в храме, вдруг ему является ангел и говорит, «Наконец, услышана молитва твоя, тебе будет ответ на твою молитву». И что с Захарией происходит? Он смутился, растерялся. Страх одолевает человека, когда приходит определенное смущение. Поэтому очень часто смущение и страх или боязнь идут вместе. Давид говорит в своем Псалме 29, что «Ты скрыл от меня лицо твое, и я что сделал?» И я смутился. Оказывается, когда Бог скрывает свое лицо от нас, если мы привыкли к общению с Богом, мы становимся, знаете, порой как слепые котята, дезориентированы. Куда идти? Что делать? На таком состоянии были ученики Христа, когда Он говорит, «Я оставляю вас». Нас? На кого? «Ну, ты скрыл от меня лицо свое, и я смутился». Иногда Бог скрывает лицо свое от нас для того, чтобы мы искали Его и еще больше и ближе, найдя общение с Ним, пребывали в Нем. Бог, когда посылал свое слово к царям языческим, Навуходоносору или Валтасару, помните, когда рука начала на стене писать, «Ты взвешен на весах» и начал очень легким. Он, когда посмотрел, сказано, сердце его смутилось. Вдруг первый человек в мире со всей властью, вдруг страх пришел в жизнь этого человека. Навуходоносор вдруг видит сон, который никто не может объяснить. И вдруг Писание говорит, и от сна его начало смустилось сердце его. Бог определенным образом, можно сказать, врывается в нашу жизнь и порой производит смущение. Для какой цели? Иов говорит, что мое сердце смутилось. Почему? Потому что Иов не мог понять ответ на вопрос, Господи, за что происходит это все со мной? Но Бог чудесный определенный план имеет для Иова и для его будущего и проводит его особенным путем. Но сердце человека смущается порой от того, что делает Бог. Почему? Потому что нам непонятны пути Его. Потому что Его мысли – это не наши мысли. И Его планы порой совсем другие. И поэтому ученики не могли понять того, что говорил им Иисус. Слова Христа также очень часто смущали людей. Богатый юноша подошел к Христу и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Христос говорит, ты знаешь все, заповеди сохранил все от юности моей. Он говорит, слушай теперь внимательно, что я хочу тебе сказать. Продай, раздай нищим, следуй за мной, возьми крест свой. И что сделал богатый юноша? И сказано, и от слов Его Он смутился и отошел от Него с большой печалью. Оказывается, слова Божии, слова Христа иногда в нашу жизнь вносят смущение. И это, знаете, это очень благословенное время. Потому что это смущение дает нам возможность порой остановиться в жизни и рассмотреться, куда мы идем и что мы делаем. Потому что цель, для которой Бог посылает смущение в нашу жизнь, это для того, чтобы прежде всего нам показать себя и чтобы мы понимали, что, может быть, мы двигаемся не в том направлении, в котором должны двигаться. Посмотрите на мужей Божьих, на Давида и на многих других. Когда пришел пророк Нафан, смутилось его сердце. Когда он сказал ему, ты тот человек, который достоин смерти. в своем проведении Господь сегодня посылает нам Слово. И, знаете, это очень прекрасно, когда мы слышим Слово, и наше сердце наполняется определенным страхом, страхом Божьим, нечеловеческим страхом. Благоговение, состояние, Господи, если я не на правильном пути, открой мне. Плохо, когда мы думаем о себе, только то, что мы делаем и поступаем, и все делаем правильно. И Слово Господне, обращенное к нам, не смущает нас. Есть также другой источник смущения, который приходит в нашу жизнь. Это люди, которые смущают нас. Кто из вас переживал смущение от людей, которые окружают вас? Женщина, которая помазала ноги Иисуса Христа, вы помните, она пришла, сделала все, что могла, как она могла, самым лучшим образом, и вдруг ученики начали что делать? Обсуждать ее. Нет, это нужно было бы продать, раздать нищим и так далее. И что Христос говорит? И в сердце этой женщины у нее появляется мысль, может быть, действительно, то, что я делаю, не нужно было сделать вообще? Скажите, у вас в жизни бывало такое? Вы делаете что-то от искреннего сердца кому-то? И вот слышите, со стороны приходит какой-то вот отзыв человека. О-о-о, он сделал это для определенной цели. Думаешь, Господи, что мне делать? Сделалось как можно лучше? Приходит смущение. Знаете, друзья мои, когда люди смущают вас, в нас должна вырабатываться правильная реакция на это, иначе мы будем постоянно угождать людям. но, угождая Богу, всегда будут те, которые будут смущать вас. Почему? Потому что всегда то, что угодно Богу, будет не нравиться дьяволу. Иуда пытался смутить сердце этой женщины, но Христос сказал, везде, где будет проповедана Евангелие, будет сказано не смущать ее. Он поставил печать своего одобрения. В Галатийской церкви апостол Павел трижды говорит о том, как появлялись люди, которые смущали эту церковь. Апостол Павел пришел в эту церковь, проповедовал Евангелие, они приняли благодать Господню, они приняли свободу, но потом пришло смущение. В чем же было смущение? Если вы почитаете Галатам первую главу, седьмой стих, послушайте, что говорится. Послание Галатам первая глава, седьмой стих. Впрочем, благовествование, которое я проповедовал вам, оно не иное, но есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово, трое и исказить его. Каким образом? Что же это за люди были? Оказывается, были те люди, которые говорили, не то, что апостол Павел вам проповедовал, этого недостаточно. Нужно обязательно, чтобы вы исполнили закон Моисея, нужно без обрезания, вы не можете быть спасенными людьми. идет атака на самое главное в жизни человека, это его уверенность в спасении. Марты Лютер однажды, когда он спал во сне, ему явился дьявол и сказал, ты думаешь, что ты спасен? И он представил ему весь список его всех беззаконий и всех грехов. Он проснулся в поту и говорит, что мне делать со всем этим? Вдруг к нему приходит откровение, которое через слово Господне кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И он берет карандашом во сне перечеркивает все и пишет внизу кровь Иисуса Христа и Сына его очищает от всякого греха. Друзья, сколько смущений в нашу жизнь приходит из-за того, что кто-то нам начинает говорить те или иные вещи. Вот ты сделал это, но здесь недостаточно. Ты должен еще вот это сделать. Ты веришь в Иисуса Христа, но хорошо, но тебе нужно еще что-то сделать. Почему? Потому что не имея вот этого дара, ты не имеешь Духа Святого. И люди говорят, вау, неужели я не спасен? Неужели Духа Святого не имею? Какая цель? смутить вашу веру, посеять в вашу жизнь определенный страх, чтобы вы не были уверены, что вы дитя Божье? Ведь от вашей уверенности в истине Господней зависит наша духовная жизнь. жизнь. И если я не знаю, что Бог спас меня, или что присутствие Духа Святого является реальностью в моей жизни, я постоянно чувствую себя уязвимым человеком. Я так от дьявола постоянно идет. Посмотрите, что апостол Павел дальше говорит в этом же послании в 5 главе 10 стих. Он говорит «Я уверен в вас, в Господе, что вы не будете мыслить иначе». Другими словами, то, что я вам преподавал, вы будете, но смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Апостол Павел признал факт. Факт чего? Что смущение будет приходить в вашу жизнь. Каким вы гигантом веры или уверенным во Христе человеком бы не были? И дальше он говорит в 12 стихе «О, если были бы удалены возмущающие вас! О, бы эти люди, которые вводят смущение в вашу жизнь, если бы от них можно было бы избавиться!» Знаете, ответ «Ноу! Невозможно от них избавиться!» До тех пор, пока месь вы живете в Боге, до тех пор дьявол будет посылать смущение в вашу жизнь. Для чего? Для того, чтобы вернуть вас опять в иго рабства. Апостол Павел пишет в этой же, в этом, «Так, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайте себя снова игру рабства». Оказывается, вот одна из главных причин, почему у нас возникает сегодня смущение в нашем духовном хождении. Все очень много хочется сказать, но, наверное, продолжим в другой раз. я хотел бы сегодня определить некоторые практические шаги, которые Христос показал в этой главе, каким образом мы с вами можем, так говорится, face эти trouble, то есть поворачиваться лицом к этому смущению, и как правильно, как люди, знающие Бога, на них реагировать. Итак, первое. Смущение, которое приходит в нашу жизнь, должно нас двигать или направлять нас к соединению с Богом. Шестое, седьмой стих. Посмотрите, Иисус говорит мне, говорит им, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали и Отца, вы бы и знали Меня». Другими словами, смущение в жизнь Христа приходило тоже. Приходило через апостола Петра, который говорит, «Господи, зачем тебе идти на крест? Оставь, есть другие пути». Самые близкие друзья его смущение приносили в его жизнь. Не говоря уже за родных, но то, что приходило, он говорил, «Ноу, я и Отец, мы одно». Друзья мои, когда смущение приходит в вашу жизнь не от Бога, от людей, я бы хотел, чтобы это смущение нас еще ближе приводило в близкие отношения с Богом. Второе, третий, четвертый стих. Христос говорит, «Туда, куда я иду, вы знаете и путь знаете, я иду приготовить вам место» и так далее, и так далее. Второе, очень важно, это быть утвержденным или уверенным в правильном, в правильности пути, по которому вы идете. Если вы хотите правильно относиться как многим проблемам, которые связаны с определенным страхом, с определенным смущением, это намного легче будет делать, когда вы знаете, что вы находитесь на правильном пути. Помолитесь в духе своем, молитвой Давида, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, не узнай, помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Когда Бог вас направляет на путь вечный, и вы знаете, что вы находитесь на правильном пути, поверьте, преодолевать смущение и страх намного больше, но когда мы не на правильном пути, возможно, это смущение от Бога приходит в нашу жизнь. Почему мог Христос преодолеть все смущения и страхи, которые свалились на Него в эти последние дни жизни Его на земле, перед Его страданием? Почему? Потому что Он знал, куда Он идет, Он знал, кто Его посылает, Он знал свой путь, что это путь Божий. Дорогой мой друг, если ты знаешь, что ты находишься на Божьем пути, сомнения, смущения будут, но с Ним ты преодолеешь все, с Ним ты все победишь. Третье, второй стих об этом говорит, в доме Отца Моего обителей много. Третье, очень важный момент, который помогает нам преодолевать смущение, связанный с Ним страх, это доверие Богу, который совершает за нас то, что мы не в состоянии совершить. Он говорит, я иду приготовить вам место. Не просто на небо иду и там приготовлю место, я сначала на крест иду приготовить вам место. И вы не можете идти сейчас со мною. Я должен один это делать. Бог за нас будет делать то, что мы не в состоянии делать сами. Доверие Богу, который совершает свою, ведет войну и ведет нашу брань. Я буду делать, говорит Господь, то, что ты не можешь. Доверь это мне. Не смущайся. Второзаконие 20 глава 3-4 стих говорит, когда ты будешь выходить на войну и дальше Моисей говорит, каждую войну, которую ты будешь вести, запомни три вещи, которые нужно делать. Первое, не бойся. Второе, не смущайся. Третье, не ужасайся. Почему? Потому что я Бог, который иду с вами для того, чтобы сражаться за вас. Но зачем тогда тебе выходить на войну, если Бог за тебя сражается? Нет, народе израильским так не проходило. Бог не вместо тебя, а Он сражается с тобой, и поэтому победа гарантирована. Его присутствие, это не означает пассивность с моей стороны. Поэтому любая брань, вступай в нее, не смущайся, только веруй, и будешь ты спасен. И четвертый момент, то, что помогает нам в жизни преодолеть смущение, это провозглашение истины. Христос говорит, я есть истина, я есть путь, и я есть жизнь. Когда мы с вами встречаемся в определенном смущении, в страхе находимся, провозглашайте истину, которую оставил Бог в Слове Своем. провозглашайте Его Слово, и это Слово развеет сомнения, развеет страхи, развеет смущения. Иисус говорит, я есть, другими словами, помните, как явился Бог однажды Моисею, говорит, кто ты, я есть, кто я есть, то есть, я от начала вездесущий, вот кто я есть. Когда мы провозглашаем истину, мы говорим прежде всего, кто мы во Христе, что мы дети Божьи, что мы искуплены, что мы прощены, мы говорим о том, кем мы являемся в Боге. И это помогает нам преодолевать смущение. Буквально несколько текстов, и мы будем заканчивать. Исайя, 41 глава, 10 стих, он говорит, что я с тобою, не смущайся, я Бог твой, я укреплю тебя, я помогу тебя, и помогу тебе, я поддержу тебя. Когда народ израильский был в отчаянии, находился, он говорил, ты осталась как вдова без мужа. И Бог, послушайте, дает обетование, но я буду как супруг твой, и ты больше не будешь в поругании находиться. дальше он говорит в 54 главе про Кисая, что ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет иметь успеха. Не смущайся, только веруй, будешь спасен. Что унываешь, ты, душа моя? Что смущаешься? Уповай на Бога. Хотелось, чтобы сейчас мы спели одно пение, может быть, оно не совсем идет в программу нашего служения, на этом хотелось закончить. Знаете, есть пение в часы тревог, уныния и сомнения. Не видя света, света пред собой, душа болит, терзается в волнении, спешу к тебе прийти с мольбой. Как счастлив я, когда среди всех бурь, среди всех обстоятельств у нас есть тот, который помогает нам в нашем смущении, который берет на себя полноту ответственности за все будущее. Что унываешь, ты, душа моя? И что смущаешься? Уповай на Бога, и я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу моему. Может, у вас сегодня есть смущение? Смущение? Может, люди посеяли смущение в вашу духовную жизнь? Может, вы сомневаетесь в Божьей любви к вам и в Божьем прощении? Может, вы не видите будущее для себя и для своей семьи? Некоторые из вас, может, не видят будущее для церкви? Друзья мои, не смущайтесь. Не смущайтесь. Направьте свои пути к Богу. Направьте свое сердце к Нему. Он единственный залог нашей победы. Он единственный, который является залогом нашего будущего. Пусть Господь благословит нас.